Это, видишь, папа на субботнике, на заводе. Если бы Борис Корякин был долгожителем, то 14 марта ему исполнилось бы 100 лет. Но судьба отмерила ему всего 64 года. Почти треть из них была связана с заводом «Металист». Сегодня мы отмечаем большую дату, 100-летие отцу. За этим стоит его большая трудная жизнь, деревенское детство. Затем в ФЗУ, профессия столера-краснодеревщика. Затем война, фронт. После этого Куйбышев, авиационный техникум, институт, слесарь, мастер, начальник цеха, парторг. А затем генеральный директор. Человек-глыба. Так его называли те, кто был с ним знаком. Директор завода «Металист» с 1969 по 1987 год. Под руководством Бориса Корякина «Металист» сделал свой самый мощный рывок в производстве авиационной и космической техники. На заводе были значительно увеличены объемы производства. Проведена реконструкция производственных мощностей. За те годы, что Корякин руководил предприятием, большое внимание уделялось социальным вопросам. Было построено более 1600 квартир для заводчан, санаторий-профилакторий, пионерский лагерь, дом отдыха, спорткомплекс «Заря» и много других значимых объектов для города и его жителей. Был построен первый в городе подземный переход. Установлены два памятника. Один Кирову Сергею Миромычу, второй Чапаеву Василию Ивановичу. В селе Чапаево, Албищенске, в Уральской области, построены два филиала завода. В Уральске и здесь у нас в области в Похвестнево. Существенно изменен перечень продукции, выпускавшейся заводом «Металлист». В конце концов, предприятие вошло в авиационно-космический кластер нашей страны. Борис Ивановича любили люди, рассказывает дочь Татьяна, и он их любил. Был эмоциональным, чувствительным человеком, увлекался рыбалкой, охотой, но всегда, как бы не был занят, уделял время своей семье, жене Ниночке и детям. Так я и выросла с тем, что папа может все. Все, папа может. Папа делал подарки, организовывал праздники. У него столько было энергии. Он отдавал. Ему хотелось отдать людям. Хотелось сделать людям что-то хорошее. Это в большом таком понимании. Но в семье-то это тоже все это было. Показывая фотографии из семейного альбома, сын Владимир вспоминает отца, который для него был не только авторитетом, но и примером по жизни. Другом. Лучшим другом. Я называю его человеком сильным, умным и добрым. Где-то с 10-11 лет я вел с ним постоянные беседы каждый день, час-полтора, о литературе, об искусстве, об истории нашей страны. И получал все необходимые ответы, которые беспокоили тогда молодого человека. В 18 лет Борис Иванович занимал должность директора завода «Металист». Наряду с многочисленными наградами в 1984 году Борису Корякину присвоено звание почетных гражданин города Куйбышева. В честь Бориса Ивановича назван переулок. Находится в советском районе города Самары. На доме номер 7. Памятная табличка. В результате был переименован переулок «Сад совхозный». Он небольшой, между двумя улицами с чудесными названиями. 9 мая улица Советской армии. Хотя, конечно, и даже то, что улицы носят и тип называется переулок, это тоже приятно. Здесь звучит что-то деревенское и вполне уместно. Там люди живут, люди живут, те, которые работали на этом заводе, которые получили эти квартиры с такой радостью. Поэтому, ну это хорошо, одним словом. Почетный гражданин города, заслуженный металлург, директор завода «Человек» с большой буквы. Его достижения и по сей день служат Самаре его жителям, а преемники продолжают его дело. В день столетия Бориса Ивановича Корякина вспоминаем его заслуги и чтим память великого деятеля. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.